Всем привет! Я тут выкладывал как-то ролик о смысле жизни. Давно выкладывал. Я думаю, снять надо продолжение. Ну, фоном поставил тут бутылки с маслом. Надо же что-нибудь поставить. Короче говоря, тогда ролик шел о смысле жизни человека. А сейчас я расскажу о смысле, в принципе, о жизни, если можно так сказать, о существовании всего, собственно, земного шара человеческого, всей планеты. Так вот. Так вот. И это будет перекликаться, собственно, с искусственным интеллектом. Почему я это заливаю? Вот. Были там несколько комментариев о том, что можно искусственный интеллект коммерциализировать, то есть поставить на кеммерческие рельсы и хорошо жить за счет этого. Но это подход очень поверхностный. И, собственно, сейчас я попытаюсь как-то, как-то, как-то это объяснить. Почему или вообще. В общем-то, как это ни банально, но из всего многообразия жизни на нашей земле есть только две модели поведения общие. И все. Одна модель – это та, что у большинства мегапитающих, собственно, и у человека, это когда в социуме, в какой-то группе, у каждой особи есть некая таблица приоритетов, естественно. У всех есть такая таблица. На первом месте, конечно, я, любимый. На втором месте – моя семья. Да, то есть как бы семья – это уже так, уже кто-то филонит, кто-то кидает семью для того, чтобы свою задницу спасти. Ну, разные случаи есть. На третьем месте, наверное, страна, родина. А родина – тут уже многие готовы эту родину послать, лишь бы ему и его семье жилось лучше. Ну, и на последнем месте все человечество. Тут уже вообще, собственно, подавляющее большинство людей. Если не все, глубоко наплевать на все сообщество, собственно, лишь бы в твоей стране было хорошо, в твоей семье и, самое главное, тебе самому. Ну, собственно, вот эта вот модель такая эгоистическая, довольно примитивная, но классическая, тем не менее. И у всех животных, у большинства, собственно, омлекопитающих, как я уже сказал, те же самые львы, которые объединяются в стаи, а в стаи там эти вот вожаки между собой конкурируют. Кто сильнее того выбирает, кто слабее, он обречен. Ну, возьмите любых других, собственно, естественно, приматов, то есть откуда человеческого коза-то пошло. Та же самая история. Ну, и вторая модель. Вторая модель намного более сбалансирована, намного более эффективна, намного более созидательна. Это та модель, которая существует у насекомых, у пчел, у термитов, в общем, много у кого. И в этой модели ни о каком эгоизме речи в принципе не идет, то есть нету какой-то пчелы, которая захочет там вот за счет остальных быть самой крутой, а всех остальных заставить на себя работать. Нет такого. У каждого, в общем-то, члена, так сказать, сообщества, своя собственная роль исключительно. И эта роль не просто так случайно придумана с потолка. Эта роль, она, собственно, объясняется и во многом предопределяется сильными сторонами самого существа. То есть, если, например, какие-то насекомые с жалами сильными, которые могут за себя постоять и за свое сообщество, то они становятся солдатами, защитниками. Их выставляют вокруг, там, не знаю, гнезда, там, как это называется, допустим, улья. Все зависит от вида. Не суть. Во многих случаях даже роль самого существа предопределяется еще до его рождения. То есть, буквально. Есть такие виды, где, допустим, матка, которая откладывает яйца, она сама регулирует, сколько самок будет, сколько самцов, кто будет защитником, кто будет трудящимся, трудящейся особью. И, в соответствии с этим, регулирует гормоны, вещества, собственно, в своем теле. И этим определяется то, кто вылупится из этого яйца. И это предопределяет, собственно, соотношение ролей в сообществе. То есть, все сообщество ведет себя как один единый организм. Кстати, вспомнился даже, сериал был интересный такой, рекомендую, кто не видел, называется «Этот новый дивный мир». И там у людей, когда в пробирках, значит, зачинали, там им специальные работницы кипеткой добавляли соответствующие вещества для того, чтобы предопределить, кем вырастет, кем родится этот человек. Или он будет обслуживающим персоналом, или он будет тем или иным. То есть, собственно, там была целая градация. Ну, вот, в этой серии. Так вот, в этой второй модели все сообщество действует как один единый организм. Это максимально эффективно. И нет никаких желаний какого-то отдельного особи пытаться на себя перетянуть, так сказать, одеяло. В этом нет никакого смысла в рамках вот всей системы. Поэтому этого просто нет. То есть, все отдано максимально на благо эффективности всего сообщества. Теперь, пойдем дальше. Чем отличается, собственно, кому, как правило, свойственно жить по первой модели, и кому по второй. Я бы сказал так, что в процессе эволюции, в процессе развития, более примитивные виды действуют по первой модели. То есть, они за счет конкуренции, за счет права силы, они, так сказать, формируют наиболее жизнеспособное ядро. Наиболее такое вот, кто может выживать за счет остальных, за счет победы над остальными, так сказать, в конкуренции. И потом, когда уже сформируется и разовьется вот это вот ядро, и уже некуда будет больше вот, собственно, воевать, начинается развитие разума. И вот разум уже позволяет сообществу перейти на вторую модель, когда нет необходимости друг друга, собственно, уничтожать, а все развитие идет комплексно, коллективно, на общее благо. Я даже скажу, что вот у разных стран, то есть, можно очень хорошо это проследить. Есть страны, в которых демократия, законы, в которых все направлено на созидание, на то, чтобы сама страна увеличивала свое благосостояние, и, в общем-то, взаимодействия между людьми были максимально структурированы, максимально в рамках закона. Никакого самодеятельности, в общем, никакого анархизма, чтобы не было ничего такого, что не соответствует закону, никакого права силы, это тут же пресекается. Ну, и есть, собственно, страны, где демократия либо только такая фиговая, либо ее вообще нет. То есть, какой-нибудь Сомали, где все идет за счет силы, и каждый сам за себя. Вот, перейдем дальше. Люди примитивные, которые вот по первой системе развиваются, каждый сам за себя, как только у них появляется какой-то инструмент, позволяющий им кратно увеличить свои способности побеждать, собственно, вот, их конкурентов в борьбе за право существовать, они и тут же не минуют использовать этот инструмент. Так было на протяжении всей истории человечества. То есть, как бы, когда появляются винтовки, ружья, огнестрельное оружие, тут же начинают заходить на земли, где их еще нет, там, не знаю, к индейцам, к японцам, кому угодно, и тут же их начинают просто уничтожать массово. И если, хорошо, если вторая сторона успевает за это время апгрейдиться, так сказать, и тоже обзавестись тем же самым оружием, тогда они могут на равных воевать, и те могут выстоять в неравной схватке. А если нет, то они просто пропадают, исчезают, и многие народы исчезли, собственно, по такой вот жестокой системе у нас в нашей истории. Теперь то же самое продолжается по сей день. То есть, придумали ядерное оружие. Сначала оно появилось только в Америке, но оно примерно везде появилось одновременно. Почему? Потому что, если бы оно было только у одной страны, то остальные страны, даже если бы речь не зашла о его применении, то те страны, у которых его нет, вынуждены были бы свою политику, собственно, проводить, исходя из желаний той стороны, у которой оно есть. И поэтому, ну, правдами, неправдами, рано или поздно оно появилось бы у всех. А сегодня мы бы зашли еще дальше, и, собственно, уже страна, у которой есть, у многих стран есть один оружие, одна страна уже пытается шантажировать. Собственно, она напала на соседа и пытается вот этим оружием запугать других, чтобы они этого соседа не защищали и чтобы его поглотить. Почему такое происходит? Потому что, опять же, вот каждый, каждый из-за себя. Страна, эгоиста, она пытается вот эти вот ресурсы, возможные всеми возможными способами, забрать у других стран и таким образом, ну, в общем-то, стать более могущественной, могущественной, чем другие страны. Это вот тот самый, та самая первая модель развития. Если бы все развивались как единый организм, все было бы намного эффективнее, все было бы созидательнее, и этих войн бессмысленных абсолютно ибо просто не было. И поэтому, я даже приведу такой пример, это немножко отвлекусь с темой, ответ на вопрос, в чем смысл существования, в общем-то, Земли как планеты. Вот представьте себе, что у всего, практически у всего, что должно во что-то развиться, есть какое-то ядро, которое должно развиться в организм, есть питательная среда. Это прослеживается везде, во всем. Вот возьмите какое-нибудь яйцо, куриное или не куриное, и там желток, значит, он должен сформироваться в организм, а белок – это питательная среда, которая этому организму нужна для того, чтобы сформироваться. В этом предназначении, поэтому оно таким создано, это яйцо. Вот снаружи, значит, скорлупа, который сохраняет его до определенного времени от внешнего мира, белок как питательная среда и желток как основа организма, который должен вырасти за счет этого белка и потом сломать вот эту оболочку и, собственно, выйти в открытый мир, как законченный, как сформировавшийся организм. То же самое можно сказать много о чем. Например, там, я не знаю, благодаря чему человечество, в принципе, существует, благодаря животноводству и сельскому хозяйству. И сельское хозяйство – это в первую очередь хлеб. Что такое хлеб? Это пшеница, зерна. А что такое зерно? А зерно – это то же самое, что яйцо, по большому счету. В нем есть ядро и в нем есть клейковина и оболочка. То же самое. Оболочка защищает от внешнего мира. Клейковина – это тот самый протеин, то самое питательное вещество, которое должно дать возможность ядру развиться в самостоятельное растение и вырасти, собственно. Вот эта самая клейковина, то самое питательное вещество, которое в зерне, оно является основой, собственно, вот питания человечества, по большому счету. Теперь, наша планета, Земля – это, в принципе, все то же самое. Мы имеем защитный слой сверху, как у яйца, как у ядра, вот в примерах выше. То есть, это та же самая гравитация, то же самое, озоновый слой, магнитное поле, все вот, что у нас есть. Такой планет, это позволяет ей защищаться от внешних каких-то проявлений той же радиации солнечной и так далее. И внутри, внутри Земли, собственно, есть огромное количество питательных веществ в виде того, что мы называем полезными ископаемыми. Собственно, это и дает возможность нам, как виду, развиваться и строить свою цивилизацию. И, в общем-то, вот с этой целью наша Земля и создана такой, какой она создана. Но мы люди пока еще далеки от того, чтобы стать единым организмом. То есть, тот самый желток в яйце, который должен сформироваться как новый организм, мы пока еще как разрозненные клетки. Вот ведь человеческий организм, в нем тоже симбиоз, в нем все клетки, все органы, все существует как одно целое. Даже бактерии, которых говорят, что есть около трех килограмм микробов в каждом человеке, они все тоже существуют во благо жизни самого человека. Ибо если он погибает, то погибает все, что находится внутри. И если какая-то клетка одна, например, или собственная клетка начнут эгоистически себя вести, собственно, и оттягивать ресурсы, то это просто придет к онкологии и к уничтожению всего организма. То же самое происходит на Земле, собственно, вот с разрозненными группами людей, народами. Отдельные страны пытаются террором или как-то еще утянуть на себя ресурсы, нападать на соседей, пытаются террорить там чего-то, кого-то, и много чего делают деструктивного, и создают проблемы. другие страны, а другие страны пытаются, ну, по крайней мере, все относительно, то есть, в конечном счете, все страны потребляют ресурсы, все страны создают экологические проблемы и так далее. Это другой вопрос. Но я сейчас говорю об общем векторе. То есть, если сказать, что западная цивилизация пытается развиваться, пытается все-таки как-то все переводить в рамках, в рамки законов, единых для всех международных, то другая часть, она пытается все-таки деструктивно все, 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 что их окружает, нарушать, захватывать, вторгаться и так далее. Вести себя немножко так эгоистично, скажем так, по отношению ко всему сообществу. И у нас вот эта вот борьба непрерывная, она должна привести в конечном итоге к одному какому-то результату. Либо вот эти деструктивные страны будут вынуждены впрячься в общий смысл и станут единым организмом со всеми остальными странами, и тогда мы разовьемся как бы в единый организм, как в некую семью пчел, и тогда сможем выйти наружу, стать межпланетарным видом, там я не знаю, как Илон Маск хоть и говорит, много чего может быть еще. Либо уничтожим сами себя, если вот эти вот страны, которые не хотят вливаться, не хотят в едином организме жить со всеми, они разрушат собственно само начало существования нашей планеты, само сообщество. Вот такая история. И теперь, при чем здесь искусственный интеллект? искусственный интеллект это просто инструмент, который может попасть не в те руки, грубо говоря, в руки какой-то одной страны, к примеру, это Китай. И тогда сначала на первом этапе китайцы, это опять же просто теории, ну вот, грубо говоря, пусть не Китай, пусть Россия, пусть не Россия, пусть Иран, пусть не Иран, пусть там, я не знаю, любая страна, да пусть даже та же, не буду называть страны конкретно, потому что все это очень просто теоретически. В общем, какая-то страна, допустим, Китай, получила искусственный интеллект, она получила возможность бесконтрольно, безнаказанно менять, допустим, все в других странах, то есть на таком уровне, которому никто не может противостоять, опять же, в теории. И сначала она избавится от конкурентов на уровне стран, эта страна, потому что эгоизм. Потом в самом Китае какие-то лидеры, допустим, каких-то районов страны, я не знаю, на что там разделено, провинции, неважно, конгломератов каких-то, они начнут между собой, у кого лучше, лучший доступ, более мощные, я не знаю, возможности. И потом это просто на уровне людей начнется, то есть уничтожат всех простых людей за ненадобностью, ибо все позволит искусственный интеллект создавать и полностью заменять людей. И там уже останется несколько, к примеру, человек внутри самой партии, там ли что там будет. А вот они начнут уже друг с другом, как будто бы, как вот эти вот президенты современные с ядерной кнопкой, они начнут друг с другом с помощью вот инструмента, который им это позволит. Именно из-за того, что наше сообщество очень примитивное, оно развивается вот по первому примитивному пути, ни в коем случае нельзя, чтобы мощный инструмент попал в руки хоть кого-либо из них. В идеале искусственный интеллект должен вообще полностью взять под контроль человечество, без того, чтобы люди могли как-то на это повлиять. Либо другой вариант, допустим, в самой основе искусственного интеллекта должна быть прошита цель, главная, главенствующая цель, это общая созидательная созидательный вектор развития всего человечества, к примеру. А потом уже внутри этого уже позволить людям какую-то самодеятельность, чтобы они не превысили свои вот эти вот рамки. Но это очень сложно, и я думаю, что это даже невозможно. То есть, если сам принцип попадет в неправильные руки, то там все ресурсы будут поставлены на то, чтобы он работал во славу эгоизма, собственно, и это будет как разрушительный инструмент для всего сообщества, и это недопустимо. Вот, поэтому вот как-то так. лепесток. Вот так. Продолжение следует...